начинаем а саламу алейкум амир кахай алейкум сала вот я пересматривал наши предыдущие видео и соответственно многие из наших слушателей не все поняли даже не то что слушатели даже я сам не все понимал до тех пор пока с вами не поговорил в частности там есть некоторые вещи которые вы рассказываете о которой между делом как всякие понятия исторические отсылки какие-то каким-то события я думаю что нам надо как-то это дело разъяснить нашим зрителям в частности от меня интересует проект новая хазария на которую в предыдущих видео ссылались соответственно я вам позвонил предварительно поговорили и я даже вас перебил давайте не рассказывайте мне почему потому что это будет мне интересно самому послушать в эфире с вами очень даже сенсационный для меня личность сенсационные сведения и я думаю они будут очень сильно интересны нашим слушателям давайте начнем тогда с истории евреев хазарии по гамилёву можно можно так вот как вы знаете может другие данные да действительно вопрос интересный вопрос довольно запутанный 1 сейчас с вами попытаемся рассмотреть его с точки зрения официальной истории с небольшим таким этим забегом так скажем по фронтиру да то есть будем некоторые гипотезы вы смогут это высказывать по происхождению хазар в целом и частности по оценке их деятельности значит если обратиться к истории вопроса хазары это тюркоязычные кочевой народ это такая распространенная значит версия хотя тот же гумилёв упоминали он отрицал то что первоначально хазары были кочевым народом он говорит что хазары были первоначально оседлым народом жившим в равнинном дагестане то есть низових терека и низових волги потом у них ареал соответственно расширился по разным данным есть несколько вариантов происхождения вот этих хазар некоторые говорят что они потомки гуннов акациров есть был такое племя в эпоху атиллы на это сказывается то показывает то что они появляются на исторической арене совместно с булгарами после распада значит держава атиллы некоторые говорят что они происходят от агуров савир ну и многие ученые сходятся на одном таком общем знаменателе что на завершающем этапе формирования этого народа участвовали алтайские тюрки или каких чем за архонтские тюрки тюрки первого каганата до 7 века хазары занимали подчиненное положение в сменяющихся друг другом кочевых империях в частности вот до одним из основных соперников у них были булгары вот эти не не булгары вот которые входили еще скажем державу кубрата вернее предков кубрата из династии дуло значит в 560-е годы оба этих народа оказались в составе первого тюркского каганата и вот это первый евразийских фактически державы которая распространила свои владения от желтого моря до черного а когда в седьмом веке это государство распалась под натиском внешним это частности под натиском империи китайской империи тан а также связи там с внутренними определенными процессами там как климатического так и социального характера то где-то в середине седьмого века хазары создают свое государство причем правителем у них стал представитель правящей династии тюркских каганов из рода ашина и вот такой симбиоз вот этого значит тюркского хана его воинского окружения и значит вот этих хазар которые жили в низовьях дельте волги низовьях терека и так далее да он дал довольно такой хороший эффект и это государство было одним из таких долговечных в этом регионе социальная организация в целом не отличалась от подобных этнополитических образований того времени но по мере становления государственности она прогрессировала и эволюционировала первоначально значит правители выбирали а со временем это уступило место наследственной династии каганов причем наследование шло по так называемой лестничной системе то есть эта система зародилась в тюркском каганате потом распространилась хазарском каганате перешла к печенегом а потом она кстати была заимствована в древнерусском государстве в державе урюковича значит чем смысл вот этой личности системы это когда племянник всегда ниже дяди то есть кагану наследует не сын а следующий брат по возрасту идущий вот и вот это как бы система она должна была какой-то степени сдерживать центробежные силы до определенного момента в свою очередь в самом каганате со временем сложилась такая вот эта система наследственного правления каганов сменяется такой диархией диархии это двое условно говоря равновластия кагана и бека причем каган со временем становится все более такой сакральной фигурой а бека это ну становится как бы больше так скажем хозяйственной фигурой то есть он возглавляет администрацию глава правительства возглавляет армию и так далее к десятому веку значит хазары уже как отмечают живут оседлым образом жизни зимнее время проводит в городах религиозное верование состоит из общетюркских языческих ритуалов характерно чертой которой было поклонение богу тенгри и и обожествене не кагана благодаря своим такому географическому положению выгодному и вероотерпимости вообще в кочевой среде среде евразийских тюрок и вообще кочевников религия не было так скажем на таком первом месте как допустим европейских странах да или страна ближнего востока религия политика была более веро терпимая и поэтому в хазарскую среду интенсивно проникает и другие религии в том числе и мировые в частности христианство и ислам а также туда проникает иудаизм причем иудаизм проникает с двумя ветвями евреев которые сюда бегут из сасанитского ирана и из византийской империи вот ну там были свои определенные политические значит этнополитические религиозные так скажем противостояние в этих двух империях раннего средневековья поэтому вот получилось так что вот эти две ветви иудеев евреев да из ирана и из византии нашли такое своеобразную тихую гавань именно в хазаре и так как у хазар на тот момент не было развита доста на достаточном уровне как такие занятия как допустим торговля значит ростовщичество значит и там некой степени значит дипломатия но дипломатии в понятии ближневосточном не в кочевом понятии а именно ближневосточном то вот эту вот эти так условно говоря свободные нишки начинают занимать вот эти самые значит представители еврейской диаспоры со временем случилось так что в восьмом девятом веках чай в хазаре происходит такой своеобразный переворот его называют переворотом абадия когда значит часть кочевой вот этой воинской элиты была оттеснена а вот этими купеческими и ростовщическими кругами от власти когда он был фактически как бы отстранен от реальной власти был до такой степени сакрализирован что его даже народу показывали всего лишь один или два раза в году вот вся рука вся власть непосредственно сосредоточилась в руках вот этой самой купеческой ростовщической элиты причем чуждой для самих хазар то есть пришедших извне и вот они уже так скажем руководствуясь купцов и ростовщиков какая первая первоочередная цель это выгода они начинают проводить вот политику по расширению значит сфер влияния причем расширение идет как на север сторону так называемой великой перми либи армия как и называют которая поставляла а пушнину и драгоценные там металлы значит на восток это по главной значит артерии торговой того времени значит великой шелковой пути на запад в европу да и на юг сторону арабского халифата надо сказать что хазары еще до того как там произошел вот этот переворот условно говоря вот этот период переворот абадии абаде это предводитель и руководитель вот этой еврейской общины в хазаре да они тогда когда еще возглавлялись своими вот этими хаганами из династии ашин они даже остановили натиск арабов на восточную европу арабам удалось в 737 году последний будущий будущий последний значит амияцки халиф мирван второй тогда он на тот момент он был еще полководцем то есть халифом еще не был он смог дойти до волги и значит разграбить столицу хазар город и тиль и принудить хазарского кагана даже принять ислам вот этот 737 год можно считать даты первого так скажем ну проникновение или первого такого зафиксированные исторические моменты когда правитель хазар был значит вынужден принять ислам как религию что потом с ним было конечно мы честно не можем сказать но дата такая значит интересная потом уже война с арабами шла с переменным успехом в арабском халифате начался вот этот началась гражданская война амияды были смещены аббасидами уже хазары сами перешли так скажем контрнаступление и доходили вплоть там до тбилиси до дербента и так далее то есть показали силу как говорится всем этим народом то есть ну хазаре она была одним из таких вот интересных ранее феодальных значит держав восточной европы где вот сложился такой интересный ну скажем сплав различных традиций как кочевой евразийской так и ближневосточные вот это частности иудейские допустим понятно так давайте перейдем к самой интригующей обсказать детективной части нашей истории история вопроса о создании новой хазарии ленин сталин хрущев вот вы нам не начали рассказывать это очень интересно действительно детективная такая завораживающая история кстати хотел бы побывать у вас на уроке я да действительно есть такие так скажем ну версии о том что во времена первые годы так скажем советской власти в крыму планировалось создать вот этот государь ну такую республику еврейскую социалистическую республику крым почему крым дело в том что вот если обратиться к нашему первому вопросу после того как хазаре была уничтожена причем она была уничтожена кстати в союзе князя святослава с печенегами и торками это тюркские народы кочевые которые жили тоже вот в западных степях значит евразийской степи и они как бы тяготели властью вот этой самой купеческой ростовщической верхушки так называемых рахдонидов да знающих дорог как их называют в то время и помогли святославу вот эту самую такую ну государство некий такой паразит как говорят которая высасывала в виде там налогов всяких там повинностей из покоренных и вассальных народов все соки вот они так скажем помогли разгромить после этого значит часть хазар пленения хазара иудейских вот этих общин ушла в европу и там вот эти и некоторые следует говорят что вот европейские евреи вот эти ашкеназии они являются тем самым 13 коленом израилевым которые потерялась там а часть же таких вот реликтов того этого того той эпохи сохранилась в крыму сохранялся до в крыму к видео таких тюркоязычных иудейских народностей как караимы и крымчики и вот и действительно значит первые годы советской власти вот такой проект существовал были заложены значит крымскую землю заложили американским банкиром евреям по национальности а потом уже хрущев уже 50-е годы после смерти сталина реализовал заготовку его иосифа соориен еще передав крым украине чтобы не платить американским американцам по долгам есть такой есть такая версия значит существует также кстати версия причинах по которой советское правительство приняло решение о депортации крымских татар сорок четвертом году наиболее распространенной в те времена была версия о том что ссср якобы стремился создать овладеть проливами босфора и дарданеллы чтобы идти на турцию да вот а крымские татары видимо им мешали этим планом об этом свидетельствует и высылка кстати турок месхитинцев которые никоим образом частности не контактировали с этими с немецко фашистскими оккупантами вот а также жившими с приграничные вот но жили приграничность турции территория а также других тюркских и мусульманских народов кавказа в частности карачаевцев балкарцев ингушей чеченцев впрочем даже если такие планы и тогда и существовали по жизнь в жизни их претворить было довольно сложно и было не суждено поэтому есть еще одна на первый взгляд парадоксальная попытка объяснить то как случилось что почти 180 тысяч человек не по своей воле покинули родные места по этой версии крым вполне мог стать как говорят некоторые исследователи этого дела этого факта но этого момента что еще одним штатом сша из значит и даже тем что сейчас вот именуется государство израиль стоит отметить что сталин самый последний момент настороженный вот настойчивым желанием советских людей заполучить крым для своей автономии вместо созданной уже на тот момент на дальнем востоке еврейской автономии со столицы биробиджане он распознал таки как говорится такие вот коварные желания достать крымской калифорнии того времени и вовремя пресек их несостоявшиеся сепаратизм если такое но если вернуться к так скажем немножко вперед вернее назад откатить в этот хронологию то 4 октября 14 год 1914 года как раз в разгар первой мировой войны лидеры общины ортодоксального иудаизма в сша создают во главе с леоном камайки создает центральный комитет помощи евреям пострадавшим от войны 25 октября того же года влиятельные еврейские деятели главным образом немецкого происхождения во главе с феликсом варбургом джекобом шифом льюисом маршалом создает американский еврейский комитет помощи под предпредседательством того же самого маршала двадцать седьмого года того же года 27 ноября того же года эти организации объединяются отсюда вот название joint то есть объединенные а в семперополе создается филиал банка agro joint и значит появляются еврейские поселки число которых доходит до 150 крымой в ноябре двадцать третьего года руководители до еврейской секции ркпб абрама брагин создает подает в политбюро проект решения о создании в крыму не автономные а уже полноправной советской социалистической еврейской республики дело вроде бы двинулась для переселенцев выделяет 132 тысячи гектар крымских угодий прослышав о том что в крыму большевики открыли филиал земли обетованные на туда стали прибывать евреи со всей россии а 19 февраля двадцать девятого года был подписан договор между джойнтом этой организации который в то время из-за отсутствия дипломатических отношений между советским союзом из сша представлял у нас америку фактически да и центральным исполнительным комитетом рсфср документ который носил такое красивое название крымской калифорнии содержал себе обязанности сторон джойн частности выделял из по полтора миллиона долларов в год до 36 года было получено порядка двадцати миллионов долларов и под эту сумму цик оставил в залог 375 тысяч гектар крымской земли они были оформлены в акции которые купили 200 с лишним американцев том числе кстати политики ну такие известные фамилии как рузвельт гуверд финансисты рокфеллеры и маршалы генерал маккартер все споры по этому договору должны были решаться в третейском суде немецкого гейдельберга деньги шли еврейским переселенцам напрямую через аграр джойн минуя советский бюджет на них покупали технику инвентарь продукты и такая вот несправедливость она подхлестнула протесты проживавших крыму коренных представителей коренных народов таких как татар болгар греков немцев ну и да и украинского тоже населения проживаешь на тот момент крыму на одном из заседания политбюро сталин заявил что ничего кроме национальной междоусобицы проект крымской калифорнии стране не дает и предложил этот проект закрыть закрыть и его закрыли но история с этой крымской калифорнии вновь всплыла уже в разгар второй мировой войны во время тегеранской конференции сорок третьем году президент рузвельт президент сша рузвельт разговоре со сталин сообщил что в скором времени у него у его администрации имеется в американской администрации начнутся проблемы с поставками в ссср значит военной техники и продовольствие по ленд-лизу если проект крымская калифорния не будет реанимирован об этом кто пишет об этом пишет весьма информированный источник это милов анджелес будущий вице-президент югославии дело в том что он вместе с первым лидером руководителем югославии иосифом брости то тайно прилетел в ссср и в личной беседе спросил сталина зачем весной 44 года из крыма выселили депортировали татар по его словам имея ввиду по словам милована джиллеса сталин сослался на данный рузвельт на данный рузвельту обещание и обязательство растичнить крым для вот тех будущих переселенцев которые будут так скажем участниками вот это проекта крымской калифорнии но сталин понимал что американцы продают этот проект не в интересах советских граждан еврейской национальности да а в своих геополитических целях поэтому но тяжелые обстоятельства того времени вынуждали его маневрировать то есть у него другого так скажем выхода не было и торг вот вокруг этого проекта крымской крови в калифорнии продолжался сталин при этом настаивал на том что это государство образование должно входить состав ссср статусе автономной республики руководителем частности по некоторым данным он собирался назначить лазаря кагановича одного из своих ближайших соратников и хотел получить 10 миллиардов долларов кредита на восстановление экономики страны разрушены немецко-фашистскими оккупантами деньги вроде бы пообещали но при одном условии условия был следующий крым выходит из состава ссср дело на в очередной раз заглохла но это еще кстати не конец истории настал пятьдесят четвертый год сталин пятьдесят третьем году умер до пятьдесят четвертый год настает который должен был стать временем окончательной расплаты вот по тем старым долгам еще времен там непа и так далее вашингтон мог в принципе затеять склоку и потребовать крымские земли и тогда вот новое уже коллективное руководство в лице хрущева булганина маленкова молотова кагановича решает подстраховаться таким образом осенью пятьдесят третьего года хрущев летит в крым полуостров на него произвел довольно удручающее впечатление потом он летит в киев где долго уламывает руководство украинской сср принять крым под их юрисдикцию украин украинские товарищи брать крым не хотели так как после войны им своих проблем хватало но однако используя старые связи хрущев уговорил украинских лидеров так скажем принять крым состав украинской сср и теперь уже украинская сср должна была отвечать за старый советский долг и и таким образом но при этом когда он передавал полуостров москва оставляет за собой главную базу черноморского флота севастополь то есть крым был передан без севастополя фактически к севастополе киев приберет к своим рукам только после распада сср впрочем это уже другая история хрущев видимо на тот момент полагал что нашел идеальный способ и такую такую хитрость до юридическую такую зацепу что перехитрить сша а также представители их еврейских лобби вот том давнем так скажем с поле ну в понятиях пятьдесят третьего года возможно так оно и было но никиту сергеевича просто напросто даже по тот момент кошмар на сне не могло предвидеться что через каких-то там неполных 40 лет сср просто напросто исчезнет с карты мира и вот в итоге после распада сср мы получили то что получили да очень даже интересно и так было вообще по идее плавно подходим к 2014 году когда россия вернула крым ну да в родную гавань и соответственно если немножко отмотать назад хронологии как вы говорите был еще такой договор кучу кай-нажирски с османской турцией по один из пунктов который огласил что если крым не принадлежит россии то он должен вернуться обратно в состав ну или зависимость от турции либо стать самостоятельной страной вот как это сообразуется современными событиями 2014 года и причем здесь нового хозяйя но действительно есть такой вот есть такие спор спорные моменты такие в определении статуса крыма да и некоторые оппоненты ссылается как раз вот на тот самый договор то есть говорят следующее что статус крыма являл что в определении статуса крыма является вот роль турции играет до определенной роль турции играет чей вассальной территории полуостров в частности крымская ханса который на тот момент там находились и она была вассальной государством по отношению к османской империи и атаманской как ее принято называть и такого положения дел являлась вплоть до 1772 года причем оно было подтверждено мирным кучу кайнажирским договором 74 году но 1783 году в одностороннем порядке крым был включен состав российской империи что подтвердило османской империи в 1791 году по яскому мирному договору ну а после когда советский союз распался уже советский союз распался то ряд маргинальных политиков публицистов журналистов писателей но в частности вот такие как мордашов богатка грач ныне покойные владимир в очередь жириновский до сказали высказывать предположение об особой миссии турции в определении статуса крыма значит который состоял то что в результате вот русско-турецких переговоров второй половине 18 века было достигнуто двустороннее такое соглашение по которому полуостров крым а также земли тамани и кубани могут быть или турецкими или российскими таким образом после распада ссср территория крыма которая на тот момент перешла под юрисдикцию третьей стороны украины может быть возвращена турции как преемнику и значит правообладателя османской империи эти предположения многие исследователи говорят что эти предположения не имеют никакого юридического подтверждения возможно мы имеем дело даже с такой спланированной информационной значит экспансии как правило и вот их авторы ссылаются на тексты кучу кайнаджирского мирного договора 1774 года согласно которому крымское ханство получать полную политическую независимость от османской империи однако сохраняет духовное такое окормление от султана халифа согласно же яскому мирного договора 1791 года османская империя признает присоединение крыма к россии которая состоялась согласно манифесту 8 апреля 1783 года а значит и пункты независимости крымского ханства которые были записаны к учу кайнаджирском мирном договоре становятся уже недействительными обеих сторон но далее коренные изменения в отношениях правоприемников российской и османской империи в лице рсфср затем сср а также турецкой республики происходит уже в начале 20 века в результате ряда соглашений которые были заключены уже после первой мировой войны так частности согласно московскому и карскому договорам 1921 года стороны признают территориальную целостность друг друга и и отменяют действие всех соглашений которые были заключены между правительствами ранее но между правительствами стран ранее так что ссылки на любые там русско-турецкие соглашения до 1921 года юридической силы уже как говорится не имеют кроме того в двадцать четвертом году 1924 году турции в турции в турции был ликвидирован институт халифата в результате чего мусульманские народы крыма оказались полностью освобождены от влияния стамбула с 20 1921 года между ссср а потом между российской федерации да и турции не было заключено ни одного договора касательно статуса крыма поэтому вот как то так да сюжет закручен лихо вот это у нас в такой общий отстраненный взгляд на историю хазарского вопроса как казалось что несмотря на столетие и которые прошли вот с древних времен все равно вот территориальные претензии государств друг другу не прекращается как оказалось и по сей день вот почему по моему мнению нужно глубоко знать историю своей страны и своего народа вот отсюда возникает вопрос как на такую историю нагаев какое место нагаев во всех этих современных хитросплетениях всех политики и так далее приблизительно ну да действительно история вот хазар и хазарского каганат она является таким образцом беспрецедентной фальсификации и подмены понятий вопросах истории сейчас частности все убеждены что хазары это были это евреи ашкеназии или как еще называть восточные евреи поэтому хазари хазар вот этих раннесредневековых напрямую так скажем ассоциируют с евреями только ашкеназии вообще весь сам проект новые хазари несмотря на все усилия да время человеческие жертвы и огромные так скажем количество денег которые были затрачены на его реализацию гарантированно обречен на поражение почему потому что глобальный проект новые хазари как который вот сейчас на наших глазах буквально пытаются реализовать на территории крыма и на землях бывшей новороссии а еще раньше это были земли ногайской орды как мы вам с вами говорили да несмотря на все потуги имеют под собой сомнительные такие сакральные основания да простят меня товарищи евреи и их глубинные структуры изначально был нарушен главный такой сакральный принцип первородства в том священном союзе дает тюрков хазар и купцов рахданидов азары это в первую очередь тюрки а иудейские раввины это своеобразные такие духовные хранители священного этого союза иудеи и тюрки хазары в частности призвали всевышнего быть свидетелем вот этой чистоты этого самого союза хазарской или то принимает иудаизм и становится покровителем иудеев оставаясь при этом этническими тюрками но союз хазар и евреев был нарушен именно со стороны иудеев таким образом путем подкупа шантажа они попытались захватить власть частности вот в хазарском каганате была гражданская война когда вот я уже говорил тюркская военная знать была оттеснена от управления часть этой элиты погибла часть ушла с венграми на запад потерпев поражение а я их называют в истории они вошли под названием кабар или ковар есть такое понять и захватив власть вот это торговая купеческая элита ставит интересы выше ценности престола наследование было нарушено тем что у тюрков род шел от отца а у иудеев от матери возникает ними минименуемый конфликт элит и хазарский каганат прекращает свое существование всевышний не благословляет предателей и лжецов как может возродиться государство против которого выступает сам всевышний до частности священном коране третье суре семейства имран 54 аят говорится они неверующие из потомков израиля хитрили и аллах хитрил а ведь аллах наилучший из хитрецов строители и апологеты проекта новые хазары или сакральные закрытые своей части называемой еще небесный иерусалим поставили этапе сделали ставку на украинских нео бандеровцев бандеровцев в основе своей славян используют их как таран чтобы очистить территорию для своего нового государства не позабочишься при этом об хазаров тюрках которые участвовали как главные одни из главных так скажем участников того самого союза который когда-то существовал отсюда кстати идут вот эти все неудачи и трагедии холокоста при попытке реализовать проект новой хазаре кстати одна из столиц хазарского каганата город и тиль он находился на территории вот современной астраханской области внизу в их волги одни ученые и его значит локализует рядом с селением самозделка другие с рядом сели теме бугры оба находятся к мазиатском районе здесь кстати до сих пор живут потомки тех самых тюрк хазар в лице астраханских юркевских нагайцев это кстати сохраняется да это сохраняется в частности это традиция на сохраняя подтверждается и генетикой она сохраняя подтверждается родом занятия частности именно юркевские нагайцы занимались лиманным земледелием это один из приемов земледелия здесь которые активно практиковался в эпоху хазарского каганата тоже на этой территории а также есть например термины которые используются до сих пор будет унута при такой термин родства как кахам это же обращение к младшему брата или или к старшему дяде это производно от слова каган или там такие слова как обращение к матери ананда такой такой в раньше существовал такое словосочетание хазара булубиры то есть ну как лидер там такой хазар булубиры есть такое выражение тоже оттуда название например навруза амиль байрам тоже некоторые следует связывать именно с хазарской эпохой так что евреи которые именуют себя банай бритами сынами завета слышащие нас вам на заметку без возврата к сакральным союзом ваше дело гарантированно закончится отрезание сухих ветвей на древе израиля этим она и закончится читайте поэтому не только тору но и коран там про это все предельно ясно написано как я уже говорил вам в одном из прошлых эфиров на чужой украденной истории невозможно построить сколько-нибудь значимый проект или государства в данном данным этом высказание имею в виду вот эти глобальные проекты великая татарии или великие казахи который претендует на эксклюзивность как наследники золотой орды они также без нагайского фактора обречены на провал не включив нагайскую орду в свою историческую платформу невозможно выстроить вот эту логику исторической преемственности в частности вот берем россию например да она не стесняется на данном этапе своей вот этой золотоордынской или нагайско ордынской преемственности и поэтому у нее все получается поэтому в россии принципе на данный момент является великой державой к бы к этому мы не относились и как бы это кому-то не нравилось поэтому вопросы правоприемственности они относятся к сакралем таким святынями и поэтому всегда превалирует над интересами и ценностями ну что ж амерка хай давайте перейдем тогда к крайне ему на сегодняшний день вопросу на прошлом нашем эфире вы говорили что 9 мая будет показано на ментальном уровне кто побеждает а кто проигрывает россии какое у вас на сегодня мнение и видение о параде 9 мая 22 года на действительно не только сам парад 9 мая 22 году но и события которые ему предшествовали были пронизаны символизмом и сакральными такими огласовками стоял ведь вопрос а проводить ли парад вообще была реальная угроза попытки покушение на жизнь президента россии в рамках этого сценария отмены парада была запущена новая такая информационная волна вспышки к вида однако события созданные в преддверии 9 мая позволило провести парад на красной площади позволив отказаться от к видного сценария при этом парад имел очень большое значение не только в самой россии но и в мире ну давайте посмотрим на некоторые основные события парада под определенным углом и увяжем эти события в одну логику последующих ходов ставших уже на этот момент истории первый момент это папа римский объявил что нато лаяла у ворот рая и этим спровоцировала россию на военные действия что это значит с точки зрения масонского и узыцкого языка прочтения посредством книги джунгли киплинга путин владимир владимирович в обращении к федеральному собранию заговорил о шерхане и шакале табаки а впоследствии на доводском экономическом форуме значит посовместить на форме да вдруг ни с того ни с чего сказал клаусу швабу это председатель доводского экономического форума по совместительству идеолог сам идеолог самого папы римского словами маугли путин обратился мы с вами одной крови своим высказыванием здесь папа римский как глава масонов по киплингу они ассоциируются с волками которые приняли и спасли маугли объявил нато объявил нато свою поддержку свою поддержку путину и но при этом путину он не путает с россией лай собак это попытка либеральных элит нато и запада провести госпереворот в россии и принудит россию капитуляции в третьей мировой войне гибридного типа второе второе такое ну знаменательное событие это заявление мид россии в лице лаврова о том что гитлер имел еврейские корни и наличие еврейской крови у зеленского не дает права говорить что нацизма на украине нет тем самым россия поставила под угрозу саму идеологию современного еврейства основанного на холокосте скандал был довольно грандиозный но после звонка путина примеру министру израиля ящик пандоры вот этого еврейского проекта был аккуратно закрыт и как сказал пример министр израиля инцидент исчерпан все об этом молчат как в рот воды набрали третье эта встреча с головой оон гутерришем после встречи с гутерришем путин дал указание министра обороны шойгу остановить штурм азов стали мариуполе и открыть гуманитарный коридор видимо кто-то или что-то очень важное застряло в катанкомбах азов стали что о нем так беспокоиться персона высокого уровня четвертое к довершению своих претензий на обязательность выполнения договоренностей данных россии было гиперзвуковать это сармат а также даны ее характеристики вот такие события происходили в преддверии парада победы если их связать в одну логику вырисовываться понимание на каком уровне и с кем значит происходят закулисные такие договоренности нарушение достигнутых договоренностей высокого уровня имеет катастрофические последствия для нарушителей и здесь нет срока давности год это или сто лет еще раз вот возвращая вас к истории хазарского каганата государства нет но проект и носители его есть значит и договоренности никуда не делись это же относится и к ногайской армии кстати государства территории нет но носители ногайской идентичности и ее проектности есть пройдет время ситуации поменяются и можно будет напоминать о договоренностях и обязательствах данных когда-то нашими предками или обстоятельства или обязательства наших предков перед кем-то воле всевышнего все доступно хочу напомнить вам что когда-то сакральный артефакт копье лангина оно же копье судьбы было в распоряжении у беклербека золотой орды мамая и хранителем его были представители гонзейского купеческого союза копье лангина сейчас находится в хранилище музея в австрии теперь вернемся к параду победы закулисные договоренности были достигнуты парад состоялся возложение цветов у монумента неизвестному солдату состоялся бессмертный полк что же мы увидели вот в этих символах и в этих событиях да в этих важных имеющих высокую эгрегориальные уровнях мероприятий парада первое мавзолей символ большевистского проекта был закрыт красными и белыми ну драпировкой красного и белого цвета причем синий цвет присутствовал только на платформе под ногами сидящих там гостей другом месте и вы обратили внимание на площади синего цвета не было в отличие от прошлого года что это предполагает это предполагает что победу в элитной схватке одерживают державники красного и имперцы белого проекта пусть либерал как скажем терпят поражение потому что я вам о том эфире говорю у либерал цвет синий назовем их вот этих так скажем те кто сейчас побеждает назовем их евразийцы или необыльшевики в лице патрушева допустим руководитель да и европейцы черного интернационала их лидер шойгу второе начал начале парада очень долго камера акцентировала внимание то есть показывал имперских этих орлов на шпилях некоторых башен кремля можно предполагать что вот эти представители европейского вот этого черного проекта да или имперцы как называть вместе с ватиканом и старыми аристократическими домами европы находится такой активной позиции и готовы к схватке за мировое господство третье в речи путина мы впервые услышали брусилове напомню что генерал брусилов в первой мировой войне применив стратегический прием прорыв названы последствия брусиловским прорывом захватил галицию то есть западную украину можно сделать предположение что тем самым была озвучена претензии россии на всю украину и только потом на восток на юг она всю украину и в этом случае наше понимание что бандеровский питомник должен быть зачищен полностью был верным о чем мы говорили с вами на том интервью четвертое также важным символьным пониманием процессов бывает то о чем не показывают и не говорят частности в речи владимир владимировича не было сказано о картине будущего мира в вопросах экономики и о задачах армии значит межелитного консенсуса консенсуса в россии и мире еще не удалось достичь и война в ее открытой фазе только-только выходит на свои так скажем на свои театры военных действий еще один момент во время прохождения значит войск вернее разных родов войск президент и гости сидели обратили внимание но когда стали проходить те части которые участвовали в специальной военной операции президент и все гости встали о чем это говорит это говорит о том что президент так скажем показывает свою поддержку и надеется также на поддержку тех самых добровольцев которые участвуют вот в этой операции на территории украины тоже некий символизм на и далее пройдем по возложению веньков у монумента неизвестному солдату венок который поставили у вечного огня был виде восьмерки и перед ним путин сделал такой некий ритуальный поклон напомню что 8 мая день который отмечает вся европа отличает россии в россии день победы отвечает 9 мая таким образом видимо своим венком виде восьмерки президент дает согласие на некие союзы и договоренности и и готов их исполнить перед глубинными структурами которые стоят за определенными элитами том числе и на западе при возложении цветов городам героям президент хоть и возложил гвоздики городу героя киева да но при этом не остановился и не поклонился перед ним здесь думаю объяснять ничего не надо и так понятно но и по акции бессмертный полк путин возглавил этот это шествие до бессмертного полка показывает всему миру что он пойдет как и его предки с народом россии до конца хотя бессмертный полк и был на тот момент напичкан триколорными флагами до народ отдавал все равно предпочтение красному флагу победы и флагом ссср вот принципе вкратце то что нам удалось прочитать и получить ключи пониманию тех процессов которые происходят на данный момент в россии и в мире не отвлекаясь на пропаганду которая идет по телевизору и в соцсетях понятно ну что же спасибо мир какой за расширение нашего кругозора за новые знания здесь мы еще раз встретимся не раз еще встретимся и а пообсуждаем множество других символов актов и историю нашу начала а Малеку. Алексу.